Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Чаипашки Ниндзя Безумия Мутантов. И сегодня, друзья, мы продолжаем играть со стаями от подписчиков. Также, согласно ваших отзывов и комментарий, я буду прокачивать и усиливать героев. Что ж, начнем. И первый написал и оставил в свой комментарий подписчик с ником Максим Киряков. Он попросил, чтобы я взял команду самых сильных героев. Кроме того, прокачал Распутина и прокачал Снежного Майки. Что ж, с удовольствием иду навстречу. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, кто же из героев сейчас у нас самый сильный. А самыми сильными, благодаря бонусам, являются Утка Эйс, Фростик, Кожеголов, Снежной Майки и Рэй. Да, друзья, после боя попробуй прокачать Снежного Майки. Что ж, друзья, вперед бой. Сила нашего отряда 223 216 единиц. У врагов 323 489 единиц. Вы заметили, что враг сильнее, но благодаря бонусам я надеюсь, что мы справимся. Итак, атака Снежного Майки давит врагов сноубордом. Кожеголов метает каменную глыбу. Вот Утка Эйс бомбардирует сверху. Отлично. Снежный Майки пытается заморозить. Отлично. И еще массовая атака. Рэя водным ударом Снежного Майки при помощи сноуборда и Утки Эйса сверху. Супер. Итак, очередная атака Рэя. И смотрите, что делает Кожеголов. Метает каменную глыбу и выбивает вражеского персонажа. Ну что ж, Тож, просто фантастика. Смотрите, идеальная победа. Никто из моих героев не пострадал. А вот врагам досталось достаточно здорово. Ну что ж, займемся прокачкой героев. И как видите, друзья, Снежные Майки у нас сейчас, друзья, по-моему, на 195 уровне, если я не ошибаюсь. Вот, да, смотрите, он 195 уровень. И сейчас я его докачаю до 200, и мы получим с вами бонус. И да, смотрите, какой он классный, какой он прикольный. Покажу с разных сторон. И, значит, займемся прокачкой героев. Итак, 198, 199 и 200 уровень. Просто супер. Итак, новый навык. Подлые трюки. Вот, к сожалению, описание латиницей, но мы можем увидеть, что здесь экстра демаг 1,47к. То есть, это, мне кажется, достаточно круто. Ну что ж, посмотрим в битве. Вот, и еще усилив героя ингредиентами. И перейду к Распутину. Распутин, Распутин. Это у нас лягушка. Вот, а где его искать? Это Наполеон. Что-то не вижу. А, вот он, Распутин. Да, друзья, он тоже 196 уровня. Вот до 200 еще надо прокачать. Что мы сейчас с вами и сделаем. Итак, 197, 8, 9 и 200. И да, новый навык. Вот, новый скилл. Стрелки, трюки. При атаке на диапазоне 2 плюс сделка. 1,08к. Дополнительный урон. Наносит минус 10 доспехов на 10 секунд. До нацеливания выше 40 доспехов. Сделайте это же самое. Для спешки, оповещения, силы и воли. Ну что ж, по-моему, достаточно неплохо. Вот, здорово. И давайте, друзья, сейчас посмотрим еще, что у нас за бонусы накопили. Смотрите, висят галочки. Это у нас. Ага, это у нас всевозможные кристаллы. Это у нас бонусы. И это тоже бонусы. Вот, соберем все, чтобы не было, чтобы не висело. И давайте-ка я посмотрю за следующий состав от наших подписчиков. Итак, Василий Волков попросил команду. Вот, но это слабенькая команда. Давайте-ка я ее возьму на зачистку очередного этажа 6 канала. А сейчас, кстати, вот по прохождению 6 канала мы находимся на 299 этаже. Итак, давайте-ка я высажу тех героев, которые участвовали в прошлом видео. И попробую собрать вот команду подписчика. Вот так высаживаем, высаживаем, высаживаем. Супер. Итак, кого попросил Василий Волков? Раф, Кейси, Тока, Рокзар и Атила. Вот, не уточнял, какой Рокзар, Раф. Поэтому, друзья, я беру Рафа из мультика. Из мультика как бы у нас традиция. Если не понятно, какой Раф, берем Рафа из мультика. Ищем Кейси Джонса. Где-то здесь должен быть. Да, вот он. Тока, тока, тока. Вот и Тока, Рокзар и Атила. Остальные герои у нас слабенькие, насколько я помню. Рокзар где-то здесь. А вот Атила, кстати, увидел. И где-то здесь Рокзар. Да. Ну что ж, смотрите. 102 797 единиц. Сила моего отряда против 80 тысяч вражеского. И у врага вообще нет ни единого шанса. Даже если бы мы равны, у нас было бы преимущество. Потому что у нас есть бонус. Ну а когда наш отряд сильнее, то это означает, что просто сейчас наши герои порвут всех врагов. Итак, тока использует свое дар по земле. Вот Кейси Джонс бьет бейсбольными битами. Вот Рокзар кусает. Отлично. Что дальше? Ну и как-то враги очень быстро закончились. Что ж, это был достаточно интересный хороший бой. Вот. Ну а сейчас, друзья, я еще хотел бы прокачать героев по зеленым и синим кубам. Ну а вначале опять же соберу бонусы. Смотрите, у нас накопились какие-то награды. Сейчас посмотрим, за что это. Ага, за то, что мы участвовали в разных этапах. Вот соберем. Мелочь, а приятно. Вот целая куча бонусов. Зеленые и синие кристаллы. Вот важны для прокачки героев. Вот, здорово. Плюс еще упало 50 фиолетовых и 50 золотых. Вот это замечательно. Итак, что здесь у нас? По-моему, все собрал, кроме вот еще вот этой вкладочки. Ага, друзья, это просто синякие сталы. Супер. Ну что ж, все, что мог, я собрал. Вот еще что-то висит. Непонятно что. Не вижу, чтобы висело больше. Укалочек как бы нет. Итак, давайте-ка посмотрим, что у нас по прокачке героев. Есть 7000 зеленых и 2000 синих. Что ж, откроем всем сундуком у сундуков и посмотрим, кого из героев удастся сегодня прокачать. Вот, из сундуков у нас попадает улучшение для Лео, Сплинтера, Бакстера, Мухи, Эприл, Анил и 175 кристаллов. Более подробная информация. Лео прокачан на 7 единиц, Сплинтер на 18, Бакстер, Муха на 18 и вот Эприл на 9 единиц. Маловато, конечно, хотелось бы большего, но так тоже неплохо. И еще откроем два синих сундука, посмотрим, что же интересного тоже выпадет. Супер. Итак, это улучшение, сразу же упало два улучшения для Супер Ирмы плюс фиолетовые кристаллы. И да, Супер Ирма улучшена на 185 единиц. По-моему, такая там сумма мелькнула. Ну, что ж, это было здорово. Это было здорово. Еще какие-то бонусы висят. Сейчас я их соберу. Вот, да, замечательно. Кстати, я думаю, друзья, мы с вами, вот, давайте-ка посмотрим, вот, кого в следующем видео прокачать. Да, друзья, нужно будет Ранет прокачать до 200 уровня. Вы видите, она 195. Вот, у меня очень мало осталось, вот, героев, не прокачанных до 200 уровня. Одна из них Ранет. Вот, смотрю, кто еще остался. Кто еще остался. По-моему, больше и никого не осталось. Нет, друзья, остался еще Антрекс и Роккер Раф. Остальные герои у меня 200. Ой, я думаю, стоит ли мне потратить все ресурсы и прокачать эти герои. Ну, давайте-ка, друзья, я сейчас прокачаю Ранет. Вот, тоже доведу ее до 200 уровня. И останется всего два персонажа не прокачанных. Итак, вот такая вот крутая Ранет. Вот, пятизвездочная. Вот, в прошлой части, друзья, мне удалось прокачать этого героя на пятую звезду. А сейчас давайте-ка я ее докачаю до 200 уровня. Итак, новый навык. Поле нуль времени. Накладывает 40 к ускорению на всех врагов в радиусе трех кликов. Если персонаж не оглушен, на нем дает плюс 20 защиты и на 20% сопротивления. Оглушают всех союзников радиусе трех кликов, если персонаж не оглушен и не нем. Ну, вот как-то так. Что ж, друзья, и я думаю, давайте-ка сейчас на конец видео я протестю этого героя в битве. Вот, возьму ее на зачистку очередного этажа шестого канала. Причем, если у нее достаточно будет сил, я попробую ею одной сразиться. Но если сил мало будет, еще кого-то добавлю. Ну, давайте-ка посмотрим. Давайте-ка посмотрим, сколько у нее будет сил и здоровья. И сумеет ли она сыграть. Кстати, на помощь, я думаю, я и подберу команду девчонок. Так, мне кажется, будет прикольно. Итак, Ранет, пятизвездочный герой. Вот, сила 29 тысяч. И я вижу, друзья, 100% проиграет. У врагов 96 тысяч сила отряда. Поэтому ей будет очень сложно. Вот, поэтому давайте-ка я сейчас ей в помощь дам лотос. Дам ей помощь карай. И еще в помощь, да и хотел бы взять Супер Ирму. Да. Вот. Вот так и сыграем. Возьму всего лишь 4 девчонки, чтобы было поинтереснее. И посмотрим на эту битву. Что ж, вперед в атаку. Итак, эпическое сражение. Вот, насколько стала крута наша Ранет. Неожиданно, друзья, противники начали снимать здоровье на Ранет. Несмотря на то, что она очень круто прокачана. Итак, удалось активировать спецатаку. Вот, карай, лотос. Девчонки рубят мечами. Вот, да, Ранет использует свой магический посох. Вот, половину здоровья Ранет и Супер Ирмы удалось снять. Вот, уже меньше половины. Вот, ну и врагу осталось последний кожеголов, который Лотос добивает своим мечом. Вот, супер. Отлично. Итак, идеальная победа. Все враги уничтожены. Мы празднуем идеальную победу. И сегодня, друзья, на этом я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев усиливать, прокачивать. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.